ребят всем привет привет сейчас у нас в гостях Егор блогер онлайн japan tv давай рассказывай в общем про себя в гостях в общем наконец-то мы встретились давно не могли мы с тобой никак пересечься вот ты тоже снимаешь про азию я уже пять лет живу в азиатских странах три года в японии один год в китае год в корее но еще в других азиатских странах там понемножку просто путешествую и снимаю видео жизни в этих странах на моем канале вы можете увидеть очень много симпатичных азиаток у меня акцент акцент именно на канале это снимать симпатичные девушек кореяна китаяна кипона и так далее я обучаю японскому языку людей рассказываю там как поехать в японию там визы как бесплатно жить в корее японии очень много полезной информации не тонкой телочки дачи делает больше обзоров потому что вот именно обзоры людям помогают определиться в основном у меня японии корея и ты знаешь японии корея когда я был по улице у меня русские да они все меня узнают в китае за месяц меня и вообще никто не признал поэтому надо это дело поправить поэтому я сейчас видео дело что тебе больше всего не нравится в японии мне нравится япония как страна а вот японцы как люди меня совсем не нравится ну давай поконкретнее что именно японцы они очень холодные то есть завести японского друга это очень проблематично почему они постоянно заняты они либо работают либо учатся а когда они учатся утром учеба а вечером работа поэтому если ты студент ты все равно не сможешь как завести друзей а если у них уже семейная жизнь они работают они работают как всегда до 9 часов вечера после работы идут со своими коллегами бухать и потом спать и все друзей японцев очень сложно заиметь пробовал ты найти себе японку полку девушка ну как бы у меня было общение с японками но до отношений не доходило почему потому что все таки они не очень интересные японки у них нет своего мнения японка идеальная японка для японцев это та японка которая глупая японка которая просто совсем соглашается и просто следует за своим короче мужем или парнем егор предложил челлендж у меня как всегда самый безумный день я его полностью поддерживаю мне прям понравилось он предложил мы сейчас уходим и каждый выбирает еду сейчас идем ближайшему я выбираю еду дать для него он для меня и не просто еду а именно стрёмно ведут и это дело поснимаем погнали где встречаемся через сколько ну через думаю через 15 минут 15 минут на то чтобы найти жесть для словик так ну все ребят мы разошлись садись со мной олег все привет сейчас пойдем для него выберем какой не жесть я думаю что если мы выберем острое мне кажется это будет банально до острое это слишком получается предсказуемо предсказуемо у меня почему-то сразу же в голову пришла идея какие-нибудь внутренности какие-нибудь запчасти от животного какого-нибудь и это все можно в принципе я я так думаю стоп полить китайской водкой китайской водка нет ну это вот это уже бурда будет нам надо именно полноценное блюдо которое именно продается здесь вот сейчас мы находимся в центре егор вообще пошел куда-то в дебри и так понимаю он хочет выйти в какой-то там проулочек и найти еду какую-нибудь для меня там я думаю что мы здесь для него найдем у нас есть 15 минут надо засечь время я так понимаю что на скорость потому что если я не найду какую-нибудь гадость придется покупать что-то нормально и банально просто посыпать это все острым каким-нибудь перцем острое что-то нашел и он тебе предложит острый это как бы ну лично мое предположение ты как друг ты поможешь мне дегустировать знаешь я только недавно подружился со своим желудком и как бы не хотелось бы с ним снова ссориться после пробы первых блюд мы с ним слегка ссоре ссоре были недопоняли немножко друг друга старбакс точно не подойдет вам нужно какой-нибудь где там вот вот здесь мне кажется давай посмотрим как мы с ним будем объясняться и вообще не знаю нам надо сказать самую жесть какой-нибудь хотя как может быть кафе может предложить типа самое такое типа невкусная да хотя у них типа все вкусное же для них правильно вот смотри вот смотри это что такое это какая-то это почки это кровь вот смотри вот я уже практически нашел же сразу же ушки нормально вот вот кишочки вот конечно я думаю это все для нас идеальная еда у нас еще есть время и мы сразу же нашли себе еду ну ему еду может пройдемся еще посмотрим но мне кажется больше жести мы не найдем скорее всего это самое жесткий же скач что можно было найти это именно внутренности палитые сдобрены там кровью дегустация мне кажется самое будет интересно поснимаем мы же заботимся о нем мы же не должны взять виду так рано она же остынет ему будет невкусно я это не ем ребят для меня это вообще как бы и был бы экстрим если он возьмет я маленечко подозреваю что он не тоже какие-нибудь кишки возьмет у нас сюда как-то не вяжется с олегом и ничего не можем найти только в котором самом начале было она открывается 5 часов а время сейчас только 4 поэтому но отпадает вы сейчас ищем что-нибудь другое что-то прям все вкусно одно попадается ну надеюсь здесь мы найдем какую-нибудь тухлятин какое-то все вкусное за тут и все просто обалденское ты чё смотри какие вещи еще и стоит наверно как воду давай кишки найдем какие-нибудь ну я еще все очень а эта карта витаминная скорее всего вот смотри вот вот какой-то все нашли нашли друзья все будет хочет такое это кровь давайте представим что-то сразу с первой же странице какая-то жесть образовалась нет все дальше уже вот желудок желудок и кишечки а прикинь это такой прям подъедет это сидела волосы 3 волос это мясо вместо клапы это вообще не не удивишь да все уже фау это суп это черная курица этот это не жесть все кончилось здесь жесть была сам начало вложу удочек но таком-то смотри стоит 29 он с рисом и что рис сестры точно надо именно отдельно отдельно конечно он ли желудок у них кишочки все погнали все заказывают то есть мы заказываем вот это мы заказываем и вот это это крылья утки да это нормально суда да вот это вот это и наш победитель на сегодня вот это мы ее нету че делать ну тогда вот эту жиры на это живут и ну давай ладно живут и цыгаем ага и добавал 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 хотели самой жести ему заказать но нету да что за фигня-то поятного прочитали желудок коровы все нам принесли так что идем угощать нашего азиатского блогера нет ты конец знаешь я такой ел но был ли я в восторге от этого нет я бы не сказал бы все запотевшие поэтому мы сильно ничуть от не увидим забор нормально пахнет ребят в общем здесь желудок коровы и внизу лежит дайкон дайкон знаете такой похожий на редиску кто хочет провести очень хорошо время качественно приходите в это заведение часа полтора постоите в очереди и час ожидания своего чая вы так делали это прямо шикарно то есть за одну скажем так за один стаканчик чая сначала ты стоишь полтора часа до кассы чтобы сделать заказ а потом еще час ждешь я надеюсь что мы тебя не заставили долго ждать у нас вообще какой-то фейл произошел с этими кафе блин подошли кафе и он открывается только в 5 а там была прям вкуснотища купили вот сюрпризик вот прям за спиной у прям вот он вот там у тебя как получилось сколько ты вообще сидишь здесь опять минуту нормально вы купили себе запить потому что мое надо будет запивать как мы предполагали а мы тебе готовить свой желудок коровьему желудку кишков не было вот представь себе вдруг это его любимое да ты ел бы кишки вдруг это в японии вообще каждый день завтракают палочки вот тебе сотри какая радость и вот если что вдруг тебя тошнить будет а если честно но как бы вот как ты вообще когда идея относишься ребята не пожалели наложили как надо мама не горюй пакетик прибереги пожалуйста я уже это объяснил что если вдруг случится какая-то оказия вот этот пакетик он тебя спасет так давай твои чувства что ты думаешь о том блюде сейчас мы тебе даже это откроем ты это как запах там просто волшебство то есть ты как-то не подготовился да я так понял многие многие сейчас зрители скажут это вкуснотища ребята нравится давай крупным планом смотрите ребята ребята дорогие подписчики что это за господи я даже тут о господи еще так играет пакетик все-таки понадобится ты знаешь я никогда не пробовал желудок серьезно что никогда давайте выберу нормальный кусочек не давай самый который такой такой рельефный такой знаешь самый такой вот там еще что-то вкусное есть можно я картошечку возьмусь это дайкон дайкон не ну что нормально но это место нашел это сильно будет легко ну давай ребята я самый жесткий кусочек вы знаете я тоже купил для славика еду и там тоже есть один жесткий кусочек можно подумать еще чуть-чуть ладно хрен с ним я поехал ну как же тебе понравится я бы в жизни бы никогда так пить не спит она в зубах застревает тепло прям не да я знаю что это корова питала чем сеном чувствуешь чувствуешь это село мы не уточняли надо все съесть а даже так даже даже поесть можно короче у меня капель теплота пошли все молодец аплодисменты это ребята сначала первое ощущение это такая желейная консистенция там вот эти все рельефы они просто языком так ощущается а послевкусие вы знаете это как застоявшиеся сено вот опустили сено да такое прям букет вот этих ароматов он просто раскрывается во рту прям вкус тысячелетия а вы знаете вкуснятинка вот это послевкусие это непередаваемый послевкусие ты должен попробовать с вами я значит жуток пробовал мне красаводки я взял чай запивать а у славика чая нет приступаем твоей еде к моей вернее и ты сейчас будешь снимать я так понимаю да сейчас я буду снимать потом если вы хотите увидеть часть седой которую выбрал для славика переходите на мой канал вы не пожалеете я выбрал гораздо опаснее иду чем он для меня поверьте вот это для меня жесть давай во первых подписчиков жуток я ем как вот для меня вот это вот непонятно вода с трубками с клапанами вот это вообще что такое мир какой-нибудь это печенка нет нет печенка на другая такая более твердая что будем делать все что-то толка съешь что прям уже искать чтобы мне так во рту еще сено сеновал король но здесь не сено здесь как как а шатах ходили это нечестно я тебе нормально вижу оказывается ну все ребята на этом закончим я думаю что вам понравилось это видео мою реакцию смотрите на его канале переходите ссылочка в описании но все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока